Итак, начнем мы с отхода назад. Средние века, как вы прекрасно знаете, надеюсь, официально начинаются в 476 году до н.э. Официально, столь же официально заканчиваются, как вы понимаете, в конце XV века, по одной из версий, наиболее распространенные, пожалуй. Хотя при этом и конец V века, и конец XV века даты в известной степени условные. Как вы, я думаю, помните, есть довольно распространенная версия, согласно которой средние века лучше отсчитывать, особенно в Средиземноморском регионе, лучше отсчитывать с 325 года, то есть с Первого Никейского собора. Вы помните, что такое Первый Никейский собор? Кто такой император Константин? Понятно, с Первого Вселенского собора христианской церкви. Хорошо. Хорошо. Вот. И эта теория принадлежит Сергею Сергеевичу Аберинцеву, но теория ничем не лучше и не хуже других прочих. Поэтому мы с вами, я думаю, не будем спорить о том, когда начинается Средневековье или когда оно заканчивается, да. А мы с вами просто поговорим о периоде, который условно можно обозначить с конца V по конец XV века. Да, вот в рамках нашего разговора это будет вот этот период. Но для того, повторюсь, чтобы говорить о конце V века, надо в разговоре возвращаться к его началу. Потому что без начала V века в Римской империи мы, боюсь, никогда не поймем, что там произошло в конце. Вот. Если же вернуться к началу V века, да, то мы увидим совокупность, некую совокупность, да, которая сама по себе может вызвать удивление у неподготовленного человека. У вас, разумеется, не вызывает, но я думаю. Мы знаем, что в 418 году, да, в рамках Римской империи было создано Королевство Ростгутов. В рамках той же империи в 429 году появляется Королевство вандалов, избравших своим местом пребывания Северную Африку, то есть регион нынешнего Марокко и Алжира. В 457 году возникает Королевство Бургунда. И все это еще спокойно укладывается до, собственно говоря, так называемого падения Западной Римской империи. Почему это, как это возможно и как это возникло? Собственно, германские вожди, попадая на территорию империи, переживали одну из двух таких вот ключевых вариаций своей судьбы. Либо они героически или не очень геройски гибли в бою с войсками империи, на территории империи, либо, и вот это те, о которых мы с вами говорим, либо они выбирали другой вариант и подписывали договор, так называемый фэдус на латыни. Латынь у вас есть, да? Фэдус Федерис, да, отсюда федерация, отсюда федератый. Вот именно федератами назывались вот эти вот германские вожди по отношению к Риму, то есть людьми, подписавшими договор о, как сейчас сказали бы, наверное, договор о дружбе и сотрудничестве. В чем заключались условия такого договора стандартного? Вождям и шедших за ним членам их племен выделялась земля, где они могли бы жить. В обмен они обязались служить империи, прежде всего, военной силой, разумеется. Таких договоров могло быть ни один, ни два, и ни три. Например, с известными вам Вестготами таких договоров было более десятка, начиная с 378 года. Вот они заключались, нарушались, снова заключались, опять нарушались. То с одной стороны, то с другой стороны. И, собственно, вот тот, о котором мы говорим, последний договор с империей, это 418 год. 418 год, когда король Валия создает то, что называют Вестготским королевством. При этом надо понимать еще одну деталь, вполне, в общем, небольшую, но значимую. Когда в империи говорили, почему империя допускает существование внутри себя королевств. Ну, хотя бы потому, что один из официальных титулов императоров позднего Рима – это библейский титул «рекс регум», «царь царей». Ну, или, если хотите, «король королей», да, это не очень правильный перевод, «царь царствующий», да, «царь царей». И поэтому римскому императору было бы по большому счету глубоко все равно, как себя называют те или иные варвары, которыми они их искренне считали. Лишь бы они не чинили разбоя на землях империи, ну и позволяли себя использовать периодически. Как вы знаете, тех же Вестгутов вскоре после создания их королевства натурального, да, вот в ближайшие 40 лет после создания, используют в трех войнах. Их используют в войне против вандалов, их используют в войне против свевов, их используют в войне против... Против гуннов. Против гуннов. Битва на Катаваловских полях 451 года, да. Вот. Точно так же использовали и другие племена. То есть первоначально возникновение оседания наземных империй германцев не несло в себе ничего катастрофического. И это надо понимать. Больше того, германцы, как вполне понятно, искренне стремились врасти в структуру империи. И вот здесь я уже сделаю первую оговорку, потому что, врастая в структуру империи, они из-под вальцами того совершенно не желая, я бы сказал, подтачивали империю изнутри. Ну, о чем я говорю? Когда мы говорим о Римской империи, что это такое вообще? Если не прибегать к расхожему штампу, что это государство, римское государство, существовавшее. Я могу использовать эту фразу, если вам с ней будет комфортнее жить. Но вы же прекрасно понимаете, что если мы говорим, что Римская империя – это позднее римское государство, мы ничего этим не говорим. Совершенно. Мы используем одно пустое множество, вместо другого пустое множество. И мы ничего не объясняем просто. А если пытаться разобраться, что это такое, то это предельно, оказывается, предельно слабо структурированное пространство, где крупные единицы, ну, самая крупная единица деления – это Запад и Восток, административное деление империи. Дальше, на шаг ниже, это префектуры Претория. Как вы помните, в случае с Западной империей, это, разумеется, префектуры Галлий и префектуры Иллирия и Африки. И дальше уже диоцезы и провинции. Формально очень красивая стройная система. Формально есть замечательный источник Noticia Dignitatum, где расписаны эмблемы всех должностных лиц империи. Мы можем просто пройти по страницам Noticia Dignitatum последовательно от Запада, от Августа Запада до наместников, да ладно до наместников, до комитов, городов можем дойти. А если выйдем за пределы Noticia Dignitatum, то можно спокойно дойти еще ниже, да, можно спокойно спуститься на уровень Conventus Judicialia, судебных округов, которые уровнем ниже городов, да, на которые делилась округа римских Civitatus. То есть формально на бумаге, на пергаменте, если быть точным, и на папирусе, можно совершить совершенно потрясающее путешествие, и у нас будет стройная административная система, выстроенная коммуникация, налогообложение, армия, ну все, что хотите, все и будет. Разделение гражданских и военных властей, предельно прогрессивная система, да. Итак, если попытаться проследить все это на земле, то мы увидим, что рабочая единица империи – это провинция. Реально это провинция. Вот уровень диоцеза и уровень префектуры Претории создан для удобства функционирования одного из центральных имперских институтов. Один из немногих по-настоящему имперских институтов – это императорская канцелярия. И вот для удобства функционирования императорской канцелярии создан, в частности, уровень префектуры Претории и, соответственно, диоцеза. Потому что реально что-то решалось на уровне провинции. Все директивы спускались в итоге на уровне провинции, и там уже тамошние наместники реализовали те или иные инициативы, шедшие сверху. Как реализованы? Прежде всего, в нормативном порядке. Они, как вы понимаете, из империи к ним спускались легес, а наместники переформулировали их в эдикты. В эдикты, издавая вот эти нормативные акты второго порядка. Для того, чтобы что-то сделать на уровне провинции, нужна была воля наместника. Это понятно. Но как обстояло дело, если требовалось реализовать какую-то имперскую, императорскую инициативу? Больше всего это требовало путешествия самого императора. Обратите внимание, есть прекрасный источник. Есть прекрасный источник, по которому красиво можно смотреть, как передвигались римские императоры и как они распорядяли себя по времени и пространству. Кодекс Феодосия и Кодекс Юстиниан. Вам об обоих кодексов, которые мы рассказывали. Кодекс Феодосия, кодекс Юстиниан. Я еще раз повторяю! Если посмотреть на... Если посмотреть на... Если посмотреть на... Собственно говоря... Блядь, я еще раз повторяю! Сейчас, извините, пожалуйста. Сделаем вот так вот. Да. И все. Извините. То есть, если мы посмотрим на инскрипции императорских конституций, входящих в состав кодекса, на инскрипции и на постскриптумы, на место, собственно, на исхотокол, где указывается дата и место издания этой конституции. То есть, из инскрипции мы с вами увидим систему адресаторов конституций, а из исхотокола мы увидим, собственно, график перемещения самих императоров, где на момент издания той или иной конституции находятся, опять-таки, те или иные императоры, издающие эти нормативные акты. Пока все понятно, ведь, да, рассказываю? Вот. Оба, в этом плане, оба блока информации предельно любопытные. Об инскрипциях я скажу чуть позже, буквально через несколько минут скажу. Вот, а пока оба схотокол. Если внимательно прочесть вот эти вот завершающие строки императорских конституций, начиная с, ну, давайте, как минимум с Константина или с того же Диатлетиана, мы увидим, что императоры находятся в постоянном перемещении по империи. Редко где они задерживаются на больше, чем на нескольких месяцах. Собственно говоря, мы увидим, что статус столицы, ну, который есть последовательно у Рима, у Медиалана, то есть у Милана современного и у Равенны, да, статус столицы – это совершенная формальность. Император не сидит в столице. То есть это непривычная нам с вами схема работы модерного государства, когда есть столица. То есть в столице сидит правитель, правитель, значит, правитель пытается издавать какие-то указы, сидя, повторюсь, в столице, да, вот, и эти указы расходятся по всем остальным областям и провинциям, да. Так вот этого нет. Император путешествует по империи, за ним путешествует, вместе с ним путешествует его канцелярия. Собственно, те самые скриниумы, императорская канцелярия, называется словом скрини. Да, вы, что такое скрини, вы знаете? Скринниум. Скринниум. Скрибер – это другой корень. Нет, это вы в другую сторону. Нет, замечательная моя латинская. Скринниум. Это ларец. Это ларец. Ларец или, если хотите, сундук. Вот ларь с грамотами. Да. С документами, с необходимой казной, еще с чем-то. Но давайте зададим вопрос. А зачем император путешествует по империи? Ну, если отбросить романтическую версию, что ему так хочется. Чтобы подробно вдаваться в ситуации, как это империя. А зачем? Потому что все регионы разные, в рамках империи. И специфика живут. То есть император у нас что, естествоиспытатель? Нет, он просто предотвращает. Он, скажем, предупреждает какие-то социальные волнения, восстания, прибывая на место. То есть роль прибытия тоже играет большую роль. Люди видят своего императора и надеются на то, что вы изменитесь к лучшему. Не всегда здесь и сейчас. Романтика, романтика. Красиво, но романтично. А если романтично, значит почти наверняка неверно. Все проще и немножко циничнее. Нет, вот люди видят императора, вот очень точно. Вопрос в том, зачем им видеть императора? Чтобы не забывать. А если быть более точным, чтобы приносить клятву верности. А, собственно говоря, вот здесь вторым ключиком к ситуации является название тех людей, которые едут с императором. Вы никогда не думали, как называют свитских по-латыни? Вам Нина Константиновна наверняка рассказывала, больше слова вам наверняка знакомы. Вот другой вопрос, чтобы вы могли об этом не задумываться. Свитские у него, как правило, двух категорий. Одна по-латыни называется палатинь. Палатинь, так и пишется, как слышится. Палатинь, это прилагательное от латинского слова палациум. Пала-ти-ум, да, через это пишется. Что вы знаете из испанского или из итальянского? Пала-цио или пала-цио. Дворец. Это дворцовое. Это те, кто... Видите, дворец ездит с императором. Дворцовое ведомство ездит с императором. Но это одна часть. Вторая часть, второе наименование вам тоже прекрасно знакомо. Вы его знаете из европейского, из европейских языков. В латыни, не знаю, сталкивались или нет. Вы наверняка знаете слово, испанское слово «конде». Итальянское «конте». «Конде». То есть у вас испанский в основном. Ну, у вас точно испанский? Испанский, итальянский. Хорошо. Бен, бен. Он уйбен. Я говорю на обоих, если надо. Вот. Хорошо. Так вот, от какого латинского слова происходит «конде»? Ну, нет. От слова... Не мучайтесь. Для этого французский еще надо знать по-хорошему. Компт. Вот это вот. Ло компт. Граф. Вот. Там сохранено лучше всего. Это происходит от латинского слова «комес». Комес. Комитис. Собственно говоря, да, вот сейчас небольшая врезка, небольшая интерлюдия, такая, да, на полях, про графов, когда мы читаем, например, какую-нибудь, ну не знаю, или учебную литературу, или монографику про историю Каролингов, да, про историю Карла Великого. И мы видим там предложение, значит, в рамках проводимых реформ Карл Великий повсеместно в своей империи меняет герцогов на графов. Вот фраза в такой редакции не говорит примерно ничего. Почему меняет герцогов на графов? Чем ему герцоги не угодили? Есть версии, чем не угодили герцоги, почему их надо менять на графов? Чтобы ограничить их власть, наверное, или почему-то себе. А чем герцог отличается от графа? В средневековом графике, наверное, не только же статусом, каким-то имуществом, наверное. Нет, извините, я смеюсь, не обижаю, надеюсь. Нет, конечно, здесь немножечко латынь. Герцог на Костильском герцог как будет? Дюк по-французски. Восходит к латинскому дукс. Вы это слово знаете в другом, в итальянском языке. Дучч. Дучч, вождь. Дело в том, что то, что потом стали переводить немецким херцог, поздним, да, это латинское дукс, вождь, племенные вожди. Это вожди тех племен, которые приносили присягу верности королю, в данном случае отцу Карла Великого, да, и ему самому на заре его правления. Но при этом они сидят на землях своих племен. Понятно же, да, они правят своими племенами и при этом приносят присягу верности. Ну, чего, нет, чего не принести. Кто такие графы? Кто такие комес, вот эти комитес, комиты на языке поздней империи? Вам Нина Константиновна про комитов не рассказывала? Нет. А, ну, это неизбежно, слишком мало лекций просто, да. Вот комиты, слово комес, комитис с латыни, вы знаете другие слова однокоренные, комитет, комиссия, что у нас там, комиции, римские комиции, народное собрание, да. Дело в том, что комес – это спутник, это тот, кто идет вместе, вот дословно, кум ире, идти вместе. Это идущие вместе, вот, простите, молодежное движение, да, такое было, идущие вместе. Вот комиты, комиты Путина в данном случае, извините. Браво, бинго. Это те, кто потом, ну, сильно потом в Костильском Средневековье их будут называть меснадо. Даже не компаня, а именно меснадо, это свита ближайшая. Вот, это те, кто сопровождают. А дальше смотрите, как это слово превращается в графа, как спутник превращается в должностное лицо. И заодно смотрим на то, как выглядит империя и что от нее потом останется. Вот император приезжает куда-то там, ну, в какую-нибудь провинцию очередную, да, неважно в какую, в Италии или в Испанию он приехал, или еще где-то, в Сербии, где он пытается, неважно. Он приезжает, какое-то время живет там, вершит суд, входит в суд дел, ему приносят личную клятву верности, он, понятно, там какие-то привилегии раздает. Но это проходит какое-то небольшое время, несколько недель, как правило, да, потом император снимается, едет дальше. Хотя бы потому, что пребывание императора, есть еще одна причина, сугубо экономическая. Пребывание императора – это очень накладно, это очень дорого, обходится местом Куреала. Вот об этом вы говорили, я вижу, да. Пребывание императора очень дорого обходится, поэтому Куреалы вздыхают с облегчением, когда император покидает гостеприимный город. Но, но, вот император уезжает, и давайте рассмотрим ситуацию, когда он меняет на месте. Это довольно частая ситуация в империи. Вот, что он говорит местным Куреалам, кого он им оставляет? He has come as meus. Это мой комит, спутник мой, кореш. Доверяйте ему, как мне. Мое доверенное лицо я вам оставляю. Он будет вице, да, юдекс вице-цезарис. Он будет говорить от моего имени. Вот, я ему верю, и вы ему тоже верите. И он, и со временем, надо сказать, с очень коротким временем, слово комес, комит, становится обозначением должностного лица. Причем, как должностей в центральном аппарате, если вы посмотрите на то, как называются лица, ответственные, например, за, ну, кто-то из палатинов, из высших дворцовых, да, люди, ответственные за ведомство казны. Это будет комес с акраром традиционным, да, очень пышно. Комит священных щедрот он будет называться. Вот, ну и так далее, да, то есть высшее должностное лицо будет называться комес сакрипалации, да, комит священного дворца. Вот, то есть, ну, это система, которая строится, а дальше, понимаете, на местах система продолжается. Комит, которого поставили руководить провинцией, он же тоже не один остался. Это же не рядовой пехотный, Вася. У него же своя свита имеется, это тоже магнат. Вот, и он своих верных сажает, заменяя местную знать по городам. А те своих верных, в свою очередь, будут рассаживать еще ниже. И комиты появляются, комиты городов, таким образом, да, наряду с комитами провинции появляются комиты городов. Вот, поэтому, когда мы видим, заканчивая интерлюдию, когда мы видим, что Карл Великий меняет герцогов на графов, он снимает племенных вождей и на их место сажает своих верных людей, своих ставленников. Собственно, вы понимаете, да? Вот, и вот теперь смотрите, получается, что вся империя, повторюсь, очень стройная на бумаге структура, она выстраивается практически вся сверху донизу на вот этих вот личных связях. личная верность, готовность, значит, платить, да, ну, наличие того, чем платить, разумеется, но платят ведь в обе стороны, да, за верность тоже надо платить. Верность – очень дорогой товар. И в средние века, мы постепенно переходим в средневековье с вами, в средние века верность – это один из самых дорогих товаров, в прямом смысле слова дорогих, больших денег стоило. Верность, любовь, дружба – самые такие, знаете, ходовые вещи. Вот, ну, вот, и когда, собственно говоря, да, когда эти самые варварские, извините, германские вожди оседали со своими племенами на землях, то, во-первых, что происходило? С ними оседало их племя. Они, как правило, были в ранге дуцес, вот тех самых вождей. Ну, да, они называли себя Рейгес, пожалуйста, короли, но, по сути, это дуцес, это вожди. Рядом с ними оседало их племя, что впоследствии, что давало им виноват очень серьезный рычаг силового давления на империю изнутри. Это не тот случай, когда это был назначенный комит, у которого здесь своих-то людей, может быть, и есть, но немного, и которые за него умирать не пойдут. Это был племенной вождь у него с собой, простите, и вокруг него, да, его племя, его народ, они себя очень быстро будут, начинают называть попули, вот, его народ и народ его, это прежде всего воины, это мощная военная сила. Вот. Это раз, это с одной стороны. Но есть и другая сторона. Империя... Дуксов? Конечно. Это можно было заменить только при очень сильной политической воле центра. В данном случае, вот говоря о Карле Великом, это один из самых мощных правителей своего времени. Нужна очень сильная политическая воля, с одной стороны, с другой стороны, умение маневрировать между разными политическими силами, привлекая одних в качестве сторонников против других и так далее. У римских императоров зачастую... Дуксу легко могли поднять мятеж, например. Мы видим, например, в Вестгутской истории, собственно, история короля Вамбы, она вся выстроена вокруг мятежа Дукса Павла, который вполне называет себя королем. И, собственно, если вы читали историю короля Вамбы, она вся выстраивается... Юлиана Толецкого. Да, она вся выстраивается вокруг борьбы с мятежным Дуксом и доказательства того, что Дукс Павел короновался неправильно. Его там... Ну, вот неправильно его короновали. Он не настоящий король, он тиран. Тиран в смысле уже патр. Вот. Но больше того... Давайте я тогда уже продолжу примером из того же источника. Обратите внимание, вот Дукса Павла разбивают, берут в плен. Тех Дуксов, которые бились на его стороне, берут в плен. Что происходит дальше? Дальше король подписывает амнистию, потому что нету короля политической воли и достаточно силы, чтобы обезглавить нескольких серьезных племенных вождей, простите, за которыми стоят сотни и тысячи воинов. Ну, зачем? Лучше отпустить. Унизить и отпустить. За деньги, за верность, за страх, за что-нибудь. Ну, да. Так или иначе все, упрется в деньги. Вот. И империя предстает, на самом деле, довольно рыхлой структурой. Но есть еще одна деталь. О ней, кстати, довольно подробно пишет Крис Уикхем. Если вы вот с этой вот книжечкой, сейчас, секунду, не ознакомы, то я вам очень рекомендую с ней познакомиться. Можно в оригинале. Да, 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 вот это вот. Можно в оригинале брать что-то из населенная. Вот это? А, ну, можно, конечно. В принципе, очень рекомендую познакомиться, если не знакомы. Можно в оригинале. Уикхем – это один из ведущих англо-саксонских историй. Медиалистов именно. Ну, либо вот так вот, да, в переводе. Перевод вполне себе вменяемый. Больших глупостей там нет. Да я вообще там глупостей пока не видел. Да я только осторожно говорю, что, может, все-таки есть, а не заметил. Вот. Хороший перевод, хорошая книжка, очень хорошая. Хорошо сделано. Так вот, Уикхем обращает внимание на еще одну черту облика поздней Римской империи. Как и в более ранний период Рим остается, ну, Рим как империя, да, остается городским сообществом. Вся жизнь по городам. Здесь маленькая интерлюдия. Вы помните о том, что такое, собственно говоря, ну, первый Никейский собор, мы уже здесь вспоминали, что такое Эдит Кунктус Популос, Феодосия Первого Великого, 380-го года образца. Нет? Это Эдит, в котором христианство устанавливается практически единственной допустимой религией на территории империи, да, религио лицита. Вот, единственную, повторюсь, нет, нет, арианство – это первый Никейский собор, это 325-й год. Нет, что вы, когда язычество стали гонять всерьез. После этого Эдитта начинается развернутое преследование язычников. Я вам, почему я, собственно, это вспомнил. Смотрите, я же не зря начал с городской культуры. Смотрите, это просто небольшая игра языковая, довольно красивая. Христиане подходят к делу гонений и очень ответственны. Ну, зачем убивать? Ну, что за вообще варварство какое-то? Можно же сделать проще. Надо запретить язычникам занимать должности в имперском аппарате и жить в крупных городах. Да? Следующим шагом – надо запретить язычникам жить вообще в городах. Нечего тут оставаться. Язычники уходят куда? В деревню. Да? А дальше надо вспоминать, как будет сельская округа на латыни. Помни-то кто-нибудь? Глупость спросила, да? Вот. Отсюда испанское слово «поэзи». Поэзи, поэзи, ну, паг, пагус, пагус. Вот. Паг – это деревенский округ, если быть точным. Так вот, язычников очень быстро начинают называть, можете проверить меня, язычников очень быстро начинают называть по-латыни «па-га-ни». В английском – «пэган», во французском – «пай-ен». Деревенщина, язычник. Вот. Их просто вытесняют туда. Вот. Так вот, повторюсь, да, появляется… Рим – это всегда городская культура. Но что такое город? Вы об этом много говорили с Нейна Константиновна, и поэтому я напомню вам только одну черту, зато важную. Город, причем цивитес, римская цивитес, да, это всегда крайне высокая роль репутационного капитала, символического капитала. Это далеко… Там не так важно, сколько у тебя земли. Важно, какое у тебя имя. Имя – это деньги. Это монетизируется очень легко. В поздней империи это монетизируется почти всегда. Но объем земельных, как бы сказать, наделов, да, вот в центральной римской культуре, в магистрале, не столь принципиальный. Не то на местах, не то в провинциях. Объем власти Куриала, местного сенатора, почти всегда напрямую террелирует с тем, насколько он богат, сколько у него владений. И когда Вестготы, потом Остготы, Бургунды, Вандалы, вот эти приятные люди осаживаются на земле, они же осаживаются не в самом Риме, в Галлии, в Испании, в Африке. И они смотрят на местных Куриалах. И поэтому они будут дальше предпочитать строить, как бы сказать, свою власть на подконтрольной им земле. Чем больше земли он будет контролировать, он и его подшеркнуты ему люди, тем могущественнее он станет. Вот. И вырастают, собственно говоря, откуда вот сама идея вот этого королевства, да, юрисдикционного единства внутри империи. Вот. Пока все понятно, говорю, да? Пока ничего, ничего сложного, но я вроде не говорю. Вот. И вот теперь давайте посмотрим на то, что происходит в 476-м году. Ну, за год до того, в 475-м, происходит событие, которое греет душу всякого нормального испаниста, как вы понимаете. Император приносит клятву верности королю Вестгутов официально своему, значит, одному из своих подшерктов, вроде бы, да? Вот. Но обратите внимание, это событие почему-то не считается падением империи. Хотя, казалось бы, ну что еще надо? Император клянется в верности одному из тех, кто вообще-то ниже стоящий по отношению к нему. Что еще нужно? Но этого никто не рефлексирует. Об этом никто не пишет, что вот оно, падение империи, да? Все пишут, когда? Когда императора, значит, Ромула, Аугустула, Августен, когда не залагает германец по имени Эдуак. Провозглашающий свое королевство и успешно правящий потом, да? Несколько, ну, недолго он правил, 17 лет он правил. Вот. Потом туда пришел Теодорих и все, собственно. Вот. Но ведь что в этот момент происходит с империей? Ведь мы же понимаем, что никакого падения, ну, не было, да? Вот. И здесь можно смотреть на нескольких уровнях происходящее. Два из них вы обсуждали с Ниной Константиновной. Один не обсуждали. Вы обсуждали формально политический уровень. Он не залагает этого, значит, мальчишку, ну, ему же 15 лет, этого Ромула, что это, ребенок. Он не залагает мальчишку Ромула, отнимает у него инсигнии и отсылает в Константинополь императору Зенону с высокомерным письмом, что ныне остается единственная империя ваша. Ну, вот. Такой в меру хамский жест. Вроде подчиняется, а вроде угрожает. Вот. Ну, это, понимаете, это жест. Красиво, красиво, ярко, ярко. Смысла много? Да нет, не очень. Вот. А что происходит на других уровнях? На втором уровне происходит, собственно, который вы не обсуждали, да, давайте поговорим, происходит упразднение, распуск Римской императорской канцелярии. Поначалу этого тоже никто не замечает. Ну, несколько десятков чиновников. Ну, что? Ну, несколько сотен. Все равно. Вот. Но давайте подумаем, о чем занимается имперская канцелярия. Вот в вашем представлении, чем занимается имперская канцелярия в поздней Вимской империи? Держатели казны? Держатели казны, да. Сказнули в этот момент все плохо. Вот об этом вы говорили с Ниной Константиновной, если вы помните. После того, как вандалы в 437 году берут Карфаген и отрезают Рим от северо-западной Африки, да, они отрезают Рим от источника золота и хлеба. Вот. Почему АЭЦ этому не помешал, решительно непонятно, но не помешал. Вот. После чего с казной становится все грустно. Совсем грустно. Вот. Но повторюсь, этого мало. А еще чем занимается канцелярия? А как связано с законодательством? Что мы знаем о позднеримском праве? Ну, смотри, не на экзамен уже. А как иначе канцелярия является инстанцией, через которую подписываются все важные бумаги, эдикты. Подписываются. Не эдикты, а законы. Законы. Эдикты – это уровень канцелярии на месте. Да, точно. Подписываются. А еще? Есть такая безумная идея, что канцелярия держит по себе как раз на сигнике печати, наверное. Держит. Но это мало на что влияет. Это все вот та самая политическая символика. Ну, отняли, ну, переслали, ну что. Представьте себе. Вы только не забывайте, что мы с вами говорим о поздней Римской империи, о пятом веке. Я прошу простить за лютую банальность, но нет не только интернет. Нет печатных книг. Больше того, нет даже нормальных, нормального количества пергаменных рукописей, которые мы там знаем в средних веках. В основном папирус еще. Только-только появляется кодекс. Совсем недавно он входит в оборот. Что такое кодекс в латыни? Что означает слово кодекс? Нет. Вот кодекс. Нет. Книга. Листы пергамена. Ну, в данном случае бумага. Пергамена сбрашированная по формату и собранная переплетом. Это называется словом кодекс. Это то, что приходит на смену предыдущему материалу письма, а предыдущие, собственно говоря, свитки. Свитки по латыни как? Это вы слово прекрасно знаете, на самом деле. Просто не знаете, наверное, что с латыни. Волюмен. Том, конечно. Вот волюмен, свиток. Конечно же, да. И вот, собственно говоря, представьте себе, держа в голове то, что я сказал, что это эпоха, когда не то, что, простите, интернета, но и печатано слово-то. Нет, с пергаменем еще дела плохо стоят. Представьте себе гигантский, ну, по масштабам империи, огромный на самом деле, информационный хаб, терминал, от которого расходятся нити ко всем провинциям Запада. Ко всем провинциям Запада расходятся нити. Помните, я говорил, что я вернусь к инскрипциям императорских конституций. Там очень четко видны адресаты. Если мы посмотрим с вами на, скажем, конституции императора Диоклетиана, вы помните такого еще? Вот. И дальше на конституции императора, ну, даже уже Констанция, то есть через одного, чтобы было, да, даже Константина. Даже Константина уже можно первого. То есть совсем вот они, вот они, вот они рядом. Вот. Если мы начнем читать инскрипции, просто одну за другой, Конституции сохранилось много, одних обоих, то вы увидите резкую перемену. В адресаторах Конституции Диоклетиана еще стоят, а уж тем более тех императоров, которые до него, да, императоры третьего века, там стоят почти постоянно, ну, не знаю, легионеры, солдатские вдовы, какие-нибудь там старики-старушки, прости господи, частные лица. Частные лица, те, кто написал в канцелярию, получил ответ. Ну, частные лица римские граждане, конечно, не всякие первые. Он написал в канцелярию, он получил ответ, рескрипт, да, вот на полях. Вот. А начиная с Константина, что мы видим, начиная с Константина? А начиная с Константина мы видим, простите, совсем другое. Начиная с Константина мы видим, там наместники, там будут наместники. Вот. Там будут в основном наместники провинций. А что это значит? Ну, если серьезные, масштабные, заглублять вас еще глубже в римскую историю, это значит, что, наконец, заработала реформа Каракаловы. Да. 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 И он начинает работать век спустя. Это значит, что вал обращений от граждан становится таким, что канцелярия захлебывается и говорит, все, ребята, хватит, хватит, хватит. Вас слишком много. Давайте через наместников, пожалуйста. А мы будем общаться с наместниками. Так вот, стало быть, когда мы с вами берем и смотрим на Конституции даже поздних императоров, уже вот Феодосий II, Валентиниан III, вот, нет, Валентиниан III не здесь, вот всякие там Либий, Макроби, вот эти, вот совсем поздние люди. Вот мы видим, что они по-прежнему общаются практически, их канцелярия, не они сами, их канцелярия, общаются практически со всей империей, со всеми подконтрольными провинциями. Как это происходит? Что это такое вообще? Ну, прямая деятельность канцелярии, вот император издал закон, его надо размножить и разослать, гуд. Но помимо прямой деятельности есть ведь и, как бы сказать, обратное, да? Обратное, когда император, не когда император издает закон, а когда наместнику что-то надо. Наместнику или вставшему на его место, германскому королю. Что надо? Работают суды, да? Работают суды, и судьи утыкаются в то, что у них не хватает нормативного материала на местах. Ну, законов у них нет нужных. Свежих или не очень. Не хватает рукописей, нет материалов. Они обращаются к королю. Король поднимает, ну, там, канцелярия короля поднимает свои архивы. Нет. Что делать? Послать в Рим. Послать в Рим запрос. Если запрос по конкретному делу какому-то, да, ну, можно получить в ответ короткую выписку, например, фрагмент натуральный вот такой. Вот. Но можно же построить запрос по-другому, и тогда пришлют, например, откопированную одну из книг кодекса Фердуссера. Цепком. Например. Или пришлют, ну, что-нибудь еще, да, то есть объем того, что пришлют, может разниться. Пока это работает, коммуникации, империя жива. А вот дальше смотрите. После 476 года это все происходит не сразу. Уходят годы и даже десятилетия. Раз послали в равенну гонца, он вернулся ни с чем. Два послали в равенну гонца, он вообще не вернулся. Может, его волки съели. Может, он спился в таверне или сбежал с королевской службы. Это же не повод считать, что там что-то неправильно в Риме, да? Вот. Или в равенне три послали, четыре послали, пять послали, двадцать лет посылают. Нет никого. Ответов нет. Возвращаются гонцы, украины разводят. А у нас суды, и бог судит, между прочим. А нам? Ну, судьи принимают решения по аналогии, где могут. Но материала-то не хватает, и начинается натурально ситуация по провинциям, да? Которую, ну, мне неловко ссылаться на себя, но этот термин обвел я. Начинается нормативный голод в провинциях натурально. Результат этого мы знаем. 506 год. Например, что происходит в 506 году? Ну, на самом деле, несколькими годами раньше, да? Король Аларих II вызывает к себе, Везгодский король, я напомню, вызывает к себе комита дворца по имени Аниан. Вот опять комит, да? Здесь же. Вызывает к себе комита дворца по имени Аниан. И говорит, слушай, дорогой, собери-ка все, что есть в королевстве. Вообще все. Весь нормативный материал. Все, что найдешь. Подними архивы, подними судей, пусть бегают. Подними всех на местах, пусть ищут вообще все, что есть. Вот. Что становится результатом? Результатом становится бревиарий Аларих. Вы его когда-нибудь открывали? Хоть раз? Ну, честно. Нет? А римское право вам немножко знакомо или лучше не надо? Это вы даже не сомневайтесь, это я вам обеспечу. Я говорю, сейчас знакомо, не знакомо, да? Ну, смотрите. Открываем бревиарий Алариха. В бревиарии Алариха, простите за подробности, 86 книг. Книг я имею в виду разделов, разумеется. Вы помните, наверное, что раздел кодекса называется «Либер», то есть книга. Так вот, открываем натурально бревиарий Алариха. 86 книг, с ума сойти, что такое. Но если мы с вами откроем этот бревиарий чуть более подробно, сейчас я просто открою нужный кадр, чтобы не переврать, потому что у меня в рамках курса истории Испании это все есть, разумеется. Так, да, вот, пожалуйста, вот открываем бревиарий Алариха, 86 книг. Что мы там видим с вами? Какие книги мы там с вами видим? Мы там с вами видим, во-первых, основа. Это кодекс Феодосия. Фрагменты всех 16 книг. И собрано в 16 книг. Сейчас можно не писать за мной, можно послушать немножко. Вот, под запись структуры бревиария слишком жесток. Вот. При этом кодекс Феодосия, вам о нем не нужно, рассказываю, немножко, да? Вот. Кодекс Феодосия, он сам по себе структурируется в 16 книг. И здесь фрагменты, разбитые на 16 книг. О чем это свидетельствует? О том, что они знали кодекс. Этот текст ему знаком, они знают его структуру. И они нигде не ошибаются, атрибуируя фрагменты, что в девятую книгу, что во вторую. Они очень точно это распределяют. Значит, понимают. Идем дальше. Фрагменты новелл. Феодосия II, Валентиниана, Марциана, Майюриана. Это, соответственно, императоры V века все. Вот. При этом вот фрагменты новелл, они уже разбивают, смотрите, да? Там новелл и Феодосия II, они объединяют в 11 книг, Валентиниана III в 12 книг, Марциана в 5 книг, Майюриана в 2 книги. И по тематическому принципу, как хотят, так объединяют. Но о чем свидетельствует эта разбивка? Они этот текст, как бы сказать, они эти новеллы в сложенном виде, вот, никогда не видели. Они их поодиночке получали. Вот. А дальше самый показательный момент. Фрагменты из знаменитых институций Гая. Вам рассказывали, что такое институции Гая? Только честно. Но если коротко, институция Гая – это единственный, дошедший до нашего времени в полном виде, правильно, в полном, учебник римского частного права, составленный во II веке наш веке. Юристом по имени Гай. Больше мы об этом юристе не знаем ничего. Институции Гая. Это, если хотите, возьмите, почитайте. Они переведены на русский язык. Вышли в 2020 году в издательстве «Статут». Перевод под редакцией Дождева Дмитрия Вадимовича. В смысле? Нет, но те, кто обучается на юридическом, на римском праве, обязательно это слушают. Откройте вступительное исследование, почитайте. Хотя бы. Просто, чтобы понимать, что за памятник перед вами. Это один из очень сильных исторических источников II века. Так вот, структуры институции Гая, я не буду вам рассказывать тематическую структуру, не бойтесь, но структура институции Гая всегда одна и та же. Вот во всех рукописях, которые известны, во всех немногих, одна и та же, четыре книги. Четыре. Хорошо услышали, да, четыре? В бревиарии Алариха фрагменты институции Гая собраны в 18 книг. Это значит, что они никогда не видели целые рукописи институции Гая. Они вообще не знают, что это за текст. Они как-то опознают это, что это Гай, но, скорее всего, им присылали вот те самые ответы, отписки из канцелярии кусочками, да, и там наверху было написано «из институции Гая». Дальше следовало цитата. И они вот эти выписки собирают натурально, вот по сусекам, по амбарам. Дальше, да, сентенции Павла, пять книг. Да, один из основных сборников римского права пятого века, сентенции Юлия Павла, они на самом деле в пяти книгах. И происходят они откуда-то с испанских территорий. Четвертого, я книг этого. Следовательно, этот текст у них был в полном объеме, они его в полном объеме и включают. Они знают его структуру. Дальше фрагмент кодексов Григория и Гермогениана, но там слишком мало. Они собираются там в 13 книг, первый в 2, второй. Но главное, 86-я книга Бревиария Алариха. Я очень люблю именно этот фрагмент, знаете. 86-я книга Бревиария Алариха. Это один, в скобках прописью, один фрагмент из сочинения юриста имперской эпохи секста Элия Папиньяна. В три строчки фрагмента. Вот больше фрагментов Папиньяна у них не оказывается. И они один. То есть здесь просто, почему я об этом так подробно рассказываю, почему это важно, собственно говоря, да? Это важно, как представляется, прежде всего потому, что мы видим, собственно говоря, да, мы видим, как структурируется нормативный материал все, что осталось в королевстве Сдвотов на Папинье. Все, что нашли. Вот что нашли, то и понятно, да? А что не нашли, ну не нашли. Что не нашли, то значит, ну вот того не нашли, того нет. И чем дальше, тем больше этот нормативный голод начинает терзать провинции. И мы видим, как почти одновременно появляются по всему Средиземноморскому региону. Смотрите. Эдикт Эвриха, да? Потом Бревиарий Алариха. Это Вестготы. Это Вестготы. Давайте сместимся к Вандалам. Эдикт Хуннериха. Эдикт Гейзериха, извините. Эдикт Гейзериха. Сместимся к Остготам. Эдикт Теодориха. К Бургундам. Эдикт Гундабада. Ну, у франков собирается солическая правда, кстати сказать, которую вы знаете. Хоть это знаете, уже хорошо. Но опять-таки, да, вот смотрите, здесь есть ровно одно соображение, почему я на этом так долго задерживаюсь, почему я об этом так долго с вами говорю. Ну, мы что читаем в учебниках или там в околоучебной литературе? И тогда король Аларих II решил собрать, значит, вот, и дать свой закон римским подданным. И с этой целью он поднял на уши всех королевств. И тогда король Хлодвиг приказал старейшинам записать обычаи. Представьте себя на месте короля. Ну, на минуточку. У вас дел других больших? Зачем вы это делаете? Если у вас, ну, если представить, что в судах вашего королевства лежат книги законов, если представить, повторюсь, или если вы можете послать там в Милан или в Равен, но и получить эту книгу или ее фрагмент, зачем вы будете собирать, зачем вы будете комбинфицировать? Вы не будете этого делать. Вам это не надо. А вот когда вам некуда послать, когда вы оказываетесь перед лицом того, что центра нет больше, вот тогда вы говорите, ну, соберем все, что у нас есть, и попробуем с этим как-то выжить, наверное. А может, дальше что-нибудь придумаем тоже. Может, потом император вернется опять-таки, там дальше жить будем. Вот оно, падение империи. Вот оно вот это, не падение, но исчезновение империи, оседание имперской структуры такой, когда рвутся вот эти нити, неформальные нити, которые тянутся изначально из центра. Рвется паутина. А вот просто рвется паутина. Они не собирают, но они не применяют. Почему? Применяют. Они собирают, ну, вот мы знаем, что римский закон Вестгутов, мы знаем, что он в основном применялся, кстати, дидактически, но, скорее всего, применялся в судах для разрешения споров римлян между собой. Римлян, испано-римлян, но римлян под властью Вестгутского короля. То есть, нет, в судах применяется, разумеется, но а что, если больше ничего нет, надо это применять в судах. Если неоткуда взять чего-нибудь еще, чего, может быть, хочется. Вот примерно так. И дальше буквально несколько слов, завершая вот это вот, как бы сказать, оседание, расползание империи на счастье. Буквально несколько слов, потому что потом я вас спущу на перемену и чуть пораньше, может быть, и потом вернете, будем говорить про халифат. Вторая тема у нас сегодня очень большая, и нам бы ее проговорить. Дальше смотрите, что сохраняется от империи? Что остается? Ну, обломки права, да, да, да. Что остается? Остается прежде всего церковь. Остается прежде всего церковь. Церковь, которая выстраивается, начиная с четвертого века. Да, да, ну, я даже не про Медиаланский, или сейчас, я скорее про Никейский собор, про становление аудиенции епископалис, епископских судов. Начиная с четвертого века, обратите, пожалуйста, внимание, христианская церковь разительно меняется. То есть, она безоговорочно принимает курс на политическую религию, и христианство отныне становится политической религией, и остается ей по сей день, не надо льстить себя и говорить, что это не так. Это происходит именно тогда. И второе. Церковь терпелива, степ-бай-степ, да, как сказали бы на латыни, градатин, вот, начинает отстраивать дублирующую систему управления. Мы знаем, как набирали людей в церковь в четвертом веке, да. У нас сохранились чудесные источники, есть прекрасная директива как раз императора Констанция, викарию Африк, 356 год нашей эры, где он пишет, мы приказываем принимать в число епископов лиц из сословия адвокатов. Да, то есть предельно агрессивный хэд-рекрутинг, извините, просто хэд-хантерство уже самое настоящее, предельно агрессивное, нацеленное на кого? На самых, во-первых, на знать, конечно, но знать, значит, образованное люди. На образованных, сильных, умных и, внимательно, молодых. То есть представлять себе позднеримские епископаты, ранний и средневековый епископат, вот как они сейчас выглядят, такие благообразные дедушки с белыми бородами, нет, извините, нет. Молодые, злые, очень сильные, образованные, цепкие иерархи. Про силу, ну давайте я приведу два примера, они широко известны, просто на всякий случай. Амброусий Медиаланский, да, духовник Феодосия I, который... Медиаланский, да. Который ломает волю императора Феодосия, отказывая ему благословение из-за Александрийской резины. Вот. И заставляет такие императора склониться. Вот. И его ученик чудесный, Аврелий Августин, которого вы можете знать как блаженного Августина, хотя это и неправильно. Вот. Ну, здесь маленькая ремарка на полях, да. Смотрите, когда вы пишете в своих текстах, например, «Блаженная Августин», это значит только одно, что вы маркируете себя, вот сразу, в тот момент, когда вы это пишете, вы маркируете себя как православного, конфессионально-православного историка. Точно так же, если вы будете писать, скажем, «Святой Августин», «Святой Фома», там, да, 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 вы будете маркировать себя как католического, конфессионального историка, да. Поэтому Аврелий Августин, Евсевий Иероним, Евсевий Кесарийский, и не надо вот этих вот «с-в-б-в» и так далее. Ладно? Просно помыть, прости, Господи, вылукомучу. Вот, не надо. Вот если Александр Невский великомученик, то давайте он будет им в церковные истории, ладно? Если Августин Блаженный, давайте в церковные истории, православная энциклопедия будет в Блаженный, а здесь Аврелий Августин. Или Августин Гиппонский, если хотите. Вот, так вот, Августин Гиппонский получает кафедру, ему немножко меньше 40 лет, кафедру Гиппона. Он 350, 350, 350, 350 годы жизни. Он получает кафедру где-то в самом конце четвертого года. Вот. И обратите внимание, что он держит кафедру с железной совершенно рукой до самого конца, до своей смерти. Чем занимается 70-летний дедушка, которого вы, может быть, знаете по тексту исповеди? Читали исповеди Августина немножко? Не доводилось? Очень хорошо переведен на русский язык, почитайте. Вот. Чем занимается этот благообразный, седой дедушка, который пишет исповедь, значит, на исходе своих дней? Он руководит обороной Египпона против ванголов, стоящих под стенами, извините, пожалуйста, епископ. Египпон, я отмечу, падет перед ванголами только когда умрет и пусть не раньше. Хотя, казалось бы, вот вам епископ, да? Вот. Церковь отстраивает дублирующую систему управления и дублирующую очень во многом, кстати, систему нормативных акций. Вот. И, собственно, раннее средневековье, вот тот период, который называют ранним средневековьем, то есть где-то до 9 века, до конца 9 века даже, церковь будет сначала успешно, потом менее успешно держать Европу как единое целое, держать Европу как некое культурное, прежде всего, конфессиональное, но и политическое единство. Потому что там, где будут короли, всегда рядом с королями будут стоять епископы. Они всегда будут советниками королей, их консультантами по разным вопросам, специалистами по связям с, чуть не сказал, с общественностью, извините, с соседними королевствами, потому что там тоже епископы. И общий язык будет латынь очень во многом еще и потому, что священное писание написано на латынь. Значит, давайте на этом я поставлю паузу. Вот, не, разумеется, не завершая, но именно ставя на паузу просто разговор. да? Паузу,